Привет! В ходе этого урока мы знакомимся с разработкой игр на движке Unity и за короткий промежуток времени создадим 2D игру на этом движке. Если игровой движок у вас еще не установлен, то перейдите на их официальный сайт, ссылка будет в описании к этому видео. Здесь нажмите «Начните с Unity» и выберите версию Personal. Эта версия полностью бесплатная, оплатить придется лишь в тот момент, когда ваши игры начнут переносить более 100 тысяч долларов в год. Также перед началом ролика хочу посоветовать вам игру Space Battle. Эта игра была разработана одним из моих учеников, и я бы хотел, чтобы вы поддержали моего ученика и, соответственно, скачали данную игру. Ссылка на эту игру будет в описании к этому видео. Так что скачивайте и оставляйте свои комментарии. Первое, что необходимо сделать, это создать проект. Поэтому я открыл Unity Hub, и здесь я просто нажимаю на «New», чтобы создать новый проект. Называем наш новый проект как «Race to Win». Шаблон пускай будет как 2D игра. «Location», то есть место, где я буду сохранить игру, это папка загрузки. В принципе, это не важно, может быть любая папка. Никаких дополнительных пакетов сразу же мы не добавляем. И просто нажимаем «Create Project» для создания пустого проекта. После создания проекта стоит внести кое-какие настройки. Соответственно, мы можем перейти в «File», «Build Settings», либо просто нажать «Shift-Ctrl-B». И здесь я укажу, что платформа, под которую я строю это приложение, это платформа Android. Поэтому я выбираю ее, нажимаю «Switch Platform», и у меня идет переход с платформы PC на платформу Android. Также, если вы не можете перевести ваше приложение на платформу Android, это означает то, что вы при установке Unity просто не установили галочку, где было написано «Android Build Support», то есть поддержка Android разработки. Соответственно, если вы такую галочку не поставили, то у вас попросту нет возможности создавать проекты под Android. То же самое с iOS и другими платформами. Здесь же вы найдете кнопку «Player Settings», которая, по сути, открывает специальную менюшку, в которой вы можете найти различные настройки, касающиеся вашего проекта. Здесь есть и название вашей компании, например, я могу указать, что это будет IT Proger, и название вашего приложения Race to Win, и дополнительные настройки, которые именно нужны при публикации приложения. Соответственно, сейчас я с этими настройками вообще никак играться не буду, просто потому что мы не будем в ходе этого урока выгружать эту игру года-либо в Google Play или, например, в App Store. Мы просто ее разработаем, но если вам в дальнейшем потребуется ее выложить года-либо, то не забудьте перейти в «Player Settings» и выполнить здесь различные настройки. Например, добавить иконку, основную иконку для вашего приложения, добавить различные настройки, это такие, как, например, «Подпись приложения», то есть «Publish Settings», «Key Store Manager» и тому подобные вещи. Сейчас я на это акцент не буду ставить. Окей, теперь у нас здесь в вкладке «Game» есть просто отображение нашей игры. Сейчас это просто пустой экран синего цвета. Что мы можем сделать? Во-первых, мы можем этот цвет поменять на что угодно, просто выбрав камеру и здесь указав в «Background» какой-либо другой. Но в нашем случае нас это будет не интересовать, просто потому что у нас на заднем фоне будет какая-то определенная картинка. Соответственно, такую картинку я уже скачал. Это вот такая вот дорога. Вы можете скачать абсолютно любую картинку, какую только захотите. Ну, я, например, такую скачал. Помещаю ее просто в наш проект, в «Assets». Здесь давайте заодно создадим новую папку, назовем ее как «Tectures». Вот, и в ней будем хранить все текстуры, ну, например, нашу дорогу. И, соответственно, чтобы расположить просто дорогу непосредственно, ну, как бы на экране, нам необходимо ее просто перетянуть в иерархию. Вот таким вот образом. Теперь у нас этот объект, он здесь размещен. Единственное, что он у нас слишком огромный, поэтому его стоит немного уменьшить. Вот, к примеру, так мы его уменьшим. Наверное, еще чуть мы его уменьшим. Давайте примерно так. Ну, ладно, давайте вот так он у нас будет. Вот. И нам необходимо его несколько раз продублировать, чтобы просто он у нас закрывал всю площадь экрана. Соответственно, мы здесь давайте создадим тоже новый объект. Для этого мы нажимаем «Create Empty». И данный объект, он будет называться у нас как «Rode». Внутрь этого объекта, во-первых, кстати, его необходимо расположить, чтобы он у нас находился по всем координатам 0, но он и так по умолчанию так находится. И внутри этого объекта мы просто будем помещать нашу дорогу. Но это необходимо для того, чтобы мы просто потом сгруппировали всю дорогу внутри одного объекта. Чисто нужно для группировки, ну, для организации всех объектов. Теперь «Rode» мы дублируем. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши «Dublicate». И просто перетягиваем ее немножко выше. К примеру, вот так. Так же самое мы делаем еще раз. И еще раз ее перетягиваем просто немного выше. Конечно же, необходимо ее чуточку лучше расположить, потому что я, как видите, не совсем точно ее расположил. Вот, примерно так. И последнюю тоже чуть-чуть подвинем. Вернее, вот эту последнюю чуть-чуть подвинем. И, в принципе, наша дорога будет готова. Вот так теперь выглядит наш главный экран. И дабы выровнять дорогу точно по одной координате, мы давайте возьмем первый наш отрезок дороги, скопируем его позицию по «Х» и точно такую же позицию установим для двух других отрезков. Таким образом, мы точно знаем, что теперь дорога у нас находится идеально ровно. Кроме того, если вот здесь мы поменяем разрешение экрана, то сейчас у нас режим «Портрет» 9 к 18. Если мы его поменяем и, например, установим 10 к 17, мы заметим, что дорога у нас уже, ну, как бы наша картинка, она уже не покрывает полностью всю площадь экрана. Что, конечно же, плохо. Мы можем что сделать? Мы можем увеличить само изображение, но тогда у нас, во-первых, потеряется качество изображения, хотя в данный момент это не столь будет важным. Но, что самое главное, на маленьких устройствах, например, 9 к 18, у нас уже будет данное изображение слишком огромным. Соответственно, какой же вариант решения? Вариант решения очень простой. Вот давайте откроем «Портрет 3 к 4». Как видите, вообще у нас здесь огромные тогда получаются полоски. И вариант решения очень простой. Нам необходимо выбрать объект «Мейн камера» и установить цвет, вот можем взять вот эту вот пипетку, и установить цвет точно такой же, как для дороги. Таким образом, у нас теперь как бы задний фон – это вот дорога. И выглядит это все теперь уже довольно-таки сносно. Также для вот таких вот больших экранов мы можем попроставлять здесь какие-то дополнительные объекты. Эти объекты не будут видны на разрешениях 9 к 18, то есть, например, на айфоне каком-то маленьком, они не будут видны. Ну, вернее, это для андроида, допустим, на пикселе каком-то они там не будут, например, видны. Вот, вот эти вот дома по бокам. А на каких-то более-менее небольших планшетах вот эти вот дома уже будут здесь видны, и, соответственно, мы как бы покроем сразу два рынка, так сказать, и планшетные версии, и мобильные версии. В данный момент я расставлять здесь никаких объектов не буду, так как это просто прототип игры, но вы, если вот решите заканчивать эту игру, то можете просто здесь попроставлять различные объекты, и таким образом ваша игра уже будет хорошо смотреться как на мобильных устройствах, так и на планшетных устройствах. Теперь давайте добавим различные машинки в игру. Для этого я зашел в Unity Asset Store, это специальный магазин от Unity. Здесь представлено огромное количество различных пакетов, это могут быть какие-то объекты, какой-то функционал и даже полноценные игры. Некоторые пакеты здесь платные, некоторые бесплатные. Вот я, например, нашел пакет, в котором представлено несколько объектов автомобилей. Этот пакет полностью бесплатный, и именно его мы добавим к себе в проект. Ссылку на этот пакет я оставлю в описании к этому видео, так что вы тоже можете перейти и скачать все эти объекты. Чтобы добавить их к себе в проект, во-первых, необходимо зарегистрироваться здесь в Unity Asset Store. По сути, здесь один общий профиль, то есть если вы зарегистрированы в Unity попросту, то в Unity Asset Store у вас будет такой же самый профиль. И дальше вам необходимо попросту нажать Add to My Assets, вот нажимаем, чуть-чуть подождать, и после этого мы можем сразу нажать кнопочку Open in Unity, для того, чтобы открыть Asset Store, вкладку Asset Store именно в программе Unity, и через эту вкладку мы их добавим уже просто в наш проект. Для этого мы нажимаем просто Download, переходим в Unity Hub, здесь опять-таки необходимо будет авторизоваться, поэтому давайте это быстренько сделаем, Sign In нажмем, и после этого данный пакет будет скачен и установлен в наш проект. Единственное, что после скачивания еще необходимо нажать на кнопочку Import, дабы их импортировать непосредственно в проект. Здесь мы можем выбрать, какие материалы и какие машинки мы хотим импортировать. Ну, в моем случае я хочу импортировать абсолютно все, наверное, только демо-сцену я не буду импортировать, просто потому что мне не надо демо-сцена, а все остальное я пускай импортирую, поэтому нажимаем Import. После импорта у нас появилась новая папка, внутри этой папки есть папочка Prefabs, и в ней как раз находятся все нужные нам объекты. Здесь есть просто все объекты машин, а также есть еще папка Mobile, также с теми же самыми машинками. Давайте мы, наверное, удалим вот эту папку Mobile, она нам попросту здесь никак не нужна, поэтому ее просто удалим, а вот машинки мы как раз с вами оставим. Давайте возьмем, например, нашу первую машину, то есть здесь есть два бусика, и мы возьмем просто машину, поместим ее в иерархию. Как мы видим, во-первых, машинка у нас стоит неверно, поэтому по х давайте мы сделаем, чтобы она у нас стояла, ну то есть минус 90 градусов, то бишь стояла верно. Вот, и размеры ее давайте мы также уменьшим, поставим повсюду как 0.5. Вот теперь это нормальный, как по мне, размер, единственная машинка у нас слишком черная. Эта причина, причина этому заключается не в том, что мы что-то не догрузили, а причина заключается в том, что у нас попросту еще нету никакого света на сцене. Соответственно, давайте добавим сюда свет. Для этого мы нажимаем Create, дальше Light, Directional Light, то есть это как солнце, нам не важно вообще, где этот свет будет находиться, главное его вращение. И вращение давайте мы установим следующее, то есть, смотрите, я перешел в сцену, здесь выбрал пункт вращения, и мы его по X вращаем немного как бы вниз, также по Y тоже его давайте немножко вниз, в бок вернее повращаем, и также можем эти значения поменять вот здесь, в компоненте Transform. Здесь для X устанавливаем минус 45, для Y давайте установим вообще минус 4, например, а для Z установим минус 11. Вот, например, такое. При этом для Directional Light есть одно важное свойство. Это свойство заключается в том, что Position, то есть, получается, позиция, где находится сам свет, абсолютно не важно. Нам главное его Rotation, а позиция полностью не важная. Поэтому Position давайте мы установим просто 10, 10, 10. Например, где-нибудь вдалеке, дабы я просто этот свет даже не видел непосредственно, когда разрабатываю вот здесь через сцену, но при этом у нас все равно этот свет будет светить. Вот мы замечаем, что он действительно светит. Например, если я увеличу для света интенсивность, мы замечаем, что действительно есть у меня свет. Вот, и давайте мы наверняка, во-первых, единицу тут обратно поставим, и наверняка давайте добавим еще один свет, поэтому мы дублируем данный свет. Это у нас уже пускай будет Directional Light 2, вот такое название у него будет. И значения у него будут, это просто 45 градусов по X, а по Y, ну или даже, наверное, не по Y, а по Z. Давайте, наверное, в гейм перейдем обратно. По Z давайте установим просто как 11. Примерно вот так оно теперь у нас и будет светить. Наша машинка довольно-таки хорошо видна. Можем даже чуточку, наверное, нет, тут единицу установим сейчас, 2 секунды. Для первого света давайте чуточку сделаем более светлый фон. И, в принципе, вот в таком формате сейчас и оставим. Теперь же, единственное, что еще стоит сделать, это я люблю группировать все объекты, поэтому я создам еще один новый пустой объект. Во-первых, здесь Reset, то есть все по нулям установлю. И назову его как Lights. Внутри этого объекта я буду хранить просто весь свет, дабы у нас оно все было действительно сгруппированным. Ну и поставлю куда-нибудь его сюда. Окей, со светом мы с вами разобрались. Теперь давайте разберемся с машинкой. Во-первых, я применил новые значения для машинки. Данная машинка, это пускай будет машинка игрока, то есть это основная наша машинка будет. По Y мы ее установим, давайте, вот где-нибудь здесь. То есть это будет место, с которым мы будем стартовать. Возможно, даже, наверное, вот здесь мы ее установим. Вот так пускай она будет. Вот, у нас дорога как бы будет двигаться, и, соответственно, нам навстречу будут ехать различные машинки, которые мы должны будем объезжать. Поэтому наша первая машина, вот эта вот, она будет именно здесь, она как бы будет статичная, мы сможем ее вращать, ну, передвигать вправо-влево, вот, но она будет статичная. У нас будет двигаться дорога, и будет двигаться машина. А эта машинка как бы будет стоять на месте. Единственное, что нам стоит сделать, так это вот, поскольку это prefab, поскольку мы здесь сделали какие-то изменения, мы давайте сделаем следующее. Мы нажмем на override, то есть перезаписать, как бы перезаписи. Вот, и здесь нажмем apply all. Таким образом, у нас вот даже вот здесь быстренько так обновилась иконка. Это означает то, что все вот эти вот значения, которые я здесь только что поустанавливал, они были установлены как значения по умолчанию для нашего prefab. Окей, с этой машинкой мы разобрались, давайте мы к ней чуточку позже вернемся, пока она у нас будет просто стоять, ничего делать не будет. Давайте мы добавим еще, кстати, вот эту машину, которая у нас первая, давайте мы ее переименуем, она у нас будет называться как player, то есть игрок. Вот, все остальные машинки, это будут машинки уже не игрока, они будут ехать на нас сверху, а соответственно, давайте здесь для x мы устанавливаем минус 90, scale устанавливаем повсюду как 0,5, также сделаем, чтобы машинка смотрела именно на нас. Для этого по y устанавливаем 180, по x устанавливаем просто 90. Теперь давайте добавим скрипт, который будет двигать нашу машинку сверху, сверху экрана, вниз экрана, и когда машинка будет выходить за область видимости экрана, то она будет уничтожаться. Соответственно, нам необходимо создать новый скрипт. Мы можем просто нажать add component и назвать наш скрипт, например, как move objects, после чего его добавить, либо же мы можем с вами сделать изначально в папочке assets новую папку, давайте мы так и сделаем, назовем данную папку как scripts, и внутри этой папки мы создадим новый C-sharp скрипт, вот, назовем его как move objects, вот, соответственно, так. Теперь нам необходимо просто на наш объект car перенести данный скрипт и реализовать сам этот скрипт. Но прежде чем мы его будем реализовать, давайте нажмем на override и нажмем apply all. Таким образом мы синхронизировали этот объект с prefab, который находится у нас в скачанном пакете. То же самое нам придется сделать и с другими автомобилями, то есть сейчас видите у меня car2, для этого prefab здесь уже установлены определенные значения и добавлен скрипт. Для остальных автомобилей у нас такого еще нету, но это я уже сделаю самостоятельно, то есть тоже их попросту перекидываю сюда, установлю им верные координаты и добавлю нужный скрипт. Это аналогичная операция, но ее просто необходимо будет сделать для всех машинок. Окей, давайте мы сначала с вами реализуем наш класс move objects. Нажимаем два раза на него, открывается редактор и в нем мы будем писать все необходимое. У меня по умолчанию открывается Visual Studio, и именно в этом текстовом редакторе я как раз и буду все писать. Если у вас открывается какая-нибудь другая программка, то зайдите в Unity, Preferences, то бишь настройки, здесь перейдите в External Tools и в Script Editor укажите ту программку, при помощи которой как раз и хотите открывать все ваши файлы, то есть все ваши скрипты. Если ее здесь нет в выпадающем списке, просто нажмите Browse и через выбор программки найдите эту программу, через которую хотите открывать, и выберите именно ее. Итак, что нам необходимо здесь делать? По сути, функция Start, которая срабатывает при создании объекта, она нам не нужна. Нам нужна лишь функция Update, в которой мы как раз можем даже использовать не Update, а Fixed Update, которая у нас срабатывает определенное количество секунд. Можем использовать эту функцию для передвижения нашего объекта сверху вниз. Здесь все будет очень просто. Нам необходимо обратиться к Transform, то есть по сути мы обращаемся к этому компоненту. Далее мы обращаемся к такой функции, как Translate, которая позволяет нам двигать непосредственно сам объект. Дальше мы указываем, по какой координате мы двигаем этот объект. В моем случае мне необходимо двигать его по координате Y. Как видите, если я передвигаю это значение, то машинка у нас как будто уже едет. Соответственно, мне необходимо как раз по этой координате и двигать автомобиль. Для этого я использую Vector3, это специальный класс, и у него использую Forward, то есть значение. Значение Forward это как раз вот эта вот координата Y, которую мы как раз и будем двигать. Также нам необходимо это все умножить просто на Time, DeltaTime, чтобы наша машинка передвигалась именно плавно. Дополнительно ко всему этому мы можем указать, давайте так пропишем Public, это будет даже не Int, а Float, и это будет Speed. Это будет некая скорость, которая по умолчанию у нас будет равна, например, единице. Ну, даже ладно, не единице, а 1,5F. И, соответственно, мы дополнительно здесь будем еще умножать на скорость, а потом умножать на Time, DeltaTime. На Time, DeltaTime необходимо умножать, так как если мы умножаем на вот эту вот вещь, то мы делаем, что машинка у нас будет передвигаться в соответствии с фреймами. Ну, в принципе, это будет просто плавное передвижение, то есть по фреймам. Окей, давайте мы это сохраним, запустим, посмотрим, что у нас из этого получилось. Единственное, надо подождать, пока скрипт прогрузится. Мы видим, что машинка действительно двигается корректно. Давайте мы ее расположим чуточку, например, где-нибудь здесь. Укажем скорость 1.2, например, для тестов. И мы видим, что это слишком маленькая скорость, наверное, даже 2 можно указать. Да, 2, наверное, это будет как раз нужная нам скорость, поэтому здесь я укажу 2, и здесь, соответственно, тоже укажу 2. Окей, теперь у нас это готово. Теперь необходимо только уничтожать машинку. Уничтожать машинку мы будем, когда она уже будет за пределами экрана. То есть, например, когда машинка выйдет за пределы, когда у нее Y будет минус 6 и больше, мы будем просто уничтожать автомобиль. Чтобы это реализовать, мы просто вот здесь, в Fixed Update, добавляем небольшую проверку. Мы берем Transform Position по Y. Если оно будет меньше, чем минус 6, то, соответственно, мы будем брать такую функцию, как Destroy, и здесь просто указывать, что мы удаляем вот этот вот объект, то есть GameObject, непосредственно вот этот объект, где прикреплен данный скрипт. Давайте еще раз мы это протестируем, попробуем, и мы должны заметить, что у нас машинка в какой-то момент просто исчезнет. Вот сейчас есть у нас машинка, вот этот объект у нас был удален, его больше у нас нет. То есть, этот объект удаляется, когда он выходит за пределы видимости. Это отлично. И теперь нам необходимо сделать то, что у нас на всех префабах, на всех машинках, кроме машинки игрока, будет добавлен этот же скрипт, и у них у всех должен быть проставлен верный Rotation. Давайте это сейчас сделаем. Теперь давайте выполним передвижение дороги. Во-первых, нам необходимо построить новый скрипт, поэтому давайте создадим новый C-Sharp скрипт, назовем его MoveAndSpawn, то есть передвижение и создание дороги. Вот так мы его и назовем, MoveAndSpawnRoad. Теперь данный скрипт нам необходимо забросить на все три объекта, которые принадлежат у нас к дороге. Также давайте мы с вами сразу определим, когда мы будем уничтожать саму дорогу. Смотрите, возьмем, например, первый отрезок дороги, и, к примеру, я его хочу уничтожать, то есть видите, вот у нас вот есть рамка, это наша камера, то, как мы видим игру. И я хочу, например, нашу дорогу уничтожать, пускай на минус 8. Вот где-нибудь здесь, пускай она у нас будет уничтожаться. Соответственно, вся дорога у нас будет двигаться, вот если мы сейчас всю дорогу подвинем, в принципе, с вами, мы заметим, что нам одного отрезка будет, ну, 100% не хватать. Поэтому давайте сразу, первое, что мы с вами сделаем, это мы добавим сюда один дополнительный отрезок дороги, поэтому просто duplicate, вот, и передвинем его чуточку выше, то есть он у нас будет как бы изначально, сразу при старте игры уже существовать этот отрезок дороги. Вот. И теперь давайте поработаем над скриптом. То есть у нас просто сейчас есть дорога, просто добавлен скрипт. Давайте поработаем над скриптом. Итак, что здесь необходимо сделать? Во-первых, мы удаляем с вами, опять-таки, все, что нам здесь было ненужным. Так, я чуть тут переборщил, 2 секунды. Вот так. Вот. И сделаем мы с вами следующее. Во-первых, у нас тут будет переменная, она будет у нас float, это будет speed. Ну и пускай скорость тоже будет 2f. Хотя можно, наверное, даже сделать немножечко меньше. Сделаем 1.5, чтобы дорога двигалась чуточку меньше, чем сами машины. Далее мы делаем с вами, по сути, ту же вещь, которую делали уже ранее. То есть это transform, translate, ну то есть точно то же самое сюда мы вставляем. Также нам необходимо удалять объект, поэтому мы тоже копируем эту строчку кода. Вот. И вы скажете, почему же мы не используем именно этот же скрипт для дороги. Сейчас вы поймете. Дело в том, что у нас этот скрипт будет немножечко посложнее. Вот пока он похож, но потом будет немножечко посложнее. Дополнительно давайте, знаете, удалим вот эти system collection, те библиотеки, которые мы здесь не используем. В принципе, здесь их тоже удалим. Мы же их не используем, зачем их подключать. Вот. Здесь мы будем удалять данный объект, когда он будет меньше, чем 8. То есть по y, когда координат по y будет уже меньше, чем 8f. Даже вот так укажем. Вот. Единственное, что я хочу сделать, это то, что когда мы его будем удалять, я хочу дополнительно остановить игру. То есть поставить ее на паузу. Для чего это нужно, сейчас поймете. Для начала давайте просто сделаем, что мы устанавливаем на паузу. Для того, чтобы устанавливать на паузу, нам необходимо подключить одну дополнительную библиотеку. Называется она Unity Editor. То есть есть Unity Engine, которая предоставляет различные просто функции для непосредственно самой игры, для создания самой игры. А есть Unity Editor, библиотека, которая служит исключительно для каких-то функций, связанных с самим игровым движком. То есть потом в продакшене эти функции вообще никак не будут работать. Так вот, смотрите. Мы подключили с вами Unity Editor. И при помощи него мы используем с вами Editor Application. И у него берем из Paused. И устанавливаем ему значение как True. Таким образом, когда мы дойдем до минус 8, у нас игра просто установится на паузу. Давайте сейчас это как раз с вами протестируем. Запускаем игру. И просто дождемся, пока она дойдет у нас до паузы. И, кстати, к сожалению, у нас почему-то все не двигается. Вернее, она как раз у нас двигается, но просто не по той координате. Видите, вот у нас выбрана дорога, она двигается по координате Z. Ну и, соответственно, координата Z, мы ее в 2D игре попросту не видим. Для нас видна только координата X и Y. Поэтому необходимо просто исправить. Вместо Forward здесь мы должны написать Down. И это как раз будет координата Y. Причем мы будем двигать это все вниз. Итак, еще раз это запускаем. Тестируем. Дождемся, пока оно все установится на паузу. Как видите, у нас все едет. Уже какая-то происходит анимация. Вот. Как видите, все установилось на паузу. У нас первая дорога, которая была вот здесь, она удалилась. И зачем я устанавливал это все на паузу? Для того, чтобы понять, где необходимо создавать новую дорогу. Смотрите. Нам необходимо будет создавать новую дорогу вот здесь. Соответственно, давайте поймем координаты вот этой вот новой нашей дороги. Для этого я просто дублирую данный объект. Ну, вот. Дубликейт. И передвигаю его по Y чуточку выше. Вот, к примеру, так. То бишь, каждый раз, когда мы будем попадать вот сюда, ну, то есть, по сути, вот сюда мы будем попадать, мы будем создавать с вами новый объект, который у нас будет находиться по вот таким вот координатам. По сути, для нас важен лишь одно значение координат, это координата по Y, потому что все остальные координаты у нас совпадают. Соответственно, мы просто можем это скопировать, 9.44. И теперь давайте здесь мы уже не будем устанавливать на паузу. Вместо этого мы просто каждый раз будем создавать новый объект, который будем помещать именно в координату 9.44. Для создания объектов используется функция InstantShade. Здесь первым параметром передается тот объект, который мы хотим создать. В нашем случае это будет некий объект road. У нас его пока нет, давайте его здесь установим. Прописываем public. Дальше тип данных у него будет transform, хотя мы можем указать и gameObject. В принципе, в данный момент это даже не принципиально. Наверное, даже давайте укажем именно gameObject. Дальше называем его как road. Теперь именно этот объект мы и будем устанавливать. Присвоить значение в этот объект мы сможем непосредственно через unity. Но это чуточку позже. Далее нам необходимо установить его позицию. Для этого мы используем newVector3. И здесь устанавливаем следующие координаты. Во-первых, по x. По x у нас одинаковая координата. Это 0.026. Соответственно, именно эту координату устанавливаем. По y устанавливаем 9.44. И по z устанавливаем просто 0. Далее. Третий параметр это его вращение. Мы будем использовать quaternity.identity. То есть это то вращение, которое будет задано самому объекту, который мы хотим установить. То есть, допустим, мы хотим вот этот вот объект создать вот там вот выше. Соответственно, будет использована rotation, которая установлена уже в этом объекте. Вот это, в принципе, и делает quaternity.identity. В общем-то, больше здесь даже ничего прописывать не надо. Поэтому давайте вернемся к нашей игре. И здесь мы с вами сделаем следующее. Во-первых, у нас здесь есть rot. Так. И да, я, конечно, не сохранил этот скрипт. Поэтому он у нас тут и не обновляется. Вот. Сейчас он обновится. Две секунды. Мы теперь замечаем, что здесь есть некий объект, ну, то есть, некое поле, в котором мы можем вставить определенный объект. Конечно же, мы можем перетянуть просто вот так вот туда какой-то определенный объект, но это не будет верным решением. Почему? Потому что данный объект, например, rot3, он в какой-то момент будет удален. А, соответственно, мы не сможем к нему иметь доступ. Значит, нам необходимо создать с вами prefab, то есть, объект, который у нас будет находиться непосредственно в проекте, и который как раз мы и будем вызывать. Для этого мы создаем здесь новую папочку. Create folder. Назовем ее как prefabs. К примеру, так. Внутри этой папочки мы перемещаем одну из дорог. Например, я перемещу сюда первую дорогу. Здесь же, у этой дороги, мы замечаем, что есть тот же самый скрипт, и в этот же скрипт мы переместим с вами объект как бы самого себя. То есть, по сути, смотрите, когда у нас вот эта вот дорога, когда она уже будет уничтожаться, она у нас создаст новую дорогу на основании вот этой вот дороги, которая у нас есть здесь. И эта новая дорога, она будет помещена где-нибудь здесь сверху. Потом вторая дорога, которая будет уничтожаться, она также создаст вот эту вот дорогу, то есть, вот этот вот prefab, ну и точно так же остальные. Поэтому для остальных тоже вот это вот быстренько сейчас перетащим. Итак, что мы с вами получаем? Когда дорога доходит до минус 8 отметки, она сама уничтожается и создает новую дорогу на основании вот этого вот prefab. В принципе, каждая следующая дорога, которая уже будет и так prefab, она будет тоже уничтожаться и создавать на основе самой же себя, ну то есть, на основе вот этого вот объекта, опять-таки, дорогу вверху. В принципе, давайте запустим, посмотрим, что у нас уже из этого получилось, должно получиться довольно-таки неплохо. Как мы видим, у нас дорога, в принципе, теперь является бесконечной, она, ну, вообще никак тут не кончается. Мы видим, что она, ну, действительно, постоянная. Мы можем заметить, что вот здесь у нас дорога сейчас будет исчезать, тут появляться. Как видите, вот она тут исчезает, тут появляется. Игра уже имеет какой-либо функционал. Осталось добавить, что у нас будут ездить машинки, они будут тут тоже сами по себе создаваться, будут ездить. И необходимо добавить еще передвижение для нашего основного автомобиля и отслеживание, сталкивание между автомобилями. И, в принципе, наша игра будет готова. Теперь сделаем так, чтобы машинки у нас появлялись вне экрана, то бишь где-нибудь, например, здесь. Дальше они будут двигаться на нас, ну и после того, как они выйдут из области видимости, они будут уничтожаться. То, что они двигаются, а также то, что они уничтожаются, это у нас уже реализовано. Нам необходимо сделать лишь то, что они будут появляться. Итак, для этого давайте создадим просто один новый пустой объект, непосредственно здесь в иерархии, поэтому create empty. И назовем этот объект как game controller. Я обычно люблю создавать такие вот объекты, они полностью пустые, на них я просто вешаю такие общие скрипты, которые отвечают за механику игры. Например, в нашем случае механика игры это создание различных машинок, которые как раз у нас будут потом ехать. Соответственно, сюда я добавлю новый компонент. Давайте его лучше вот здесь создадим в скриптах, это будет новый скрипт, и потом перетащим. Новый скрипт у нас будет называться как, это во-первых, C-sharp скрипт, будет называться как spawn cars. К примеру, так он будет называться. И все, что нам необходимо сделать, это перетащить этот скрипт непосредственно на game controller. Теперь давайте откроем этот скрипт, и в нем как раз все будем прописывать. Во-первых, прежде чем мы приступим к самому скрипту, нам необходимо определиться, в каких пределах мы можем спавнить машинки. Я предлагаю сделать так, что машинки у нас будут появляться... Да, давайте выберем машинку. Что машинки у нас будут появляться в одной из четырех позиций. Первая позиция это вот эта полоса, вторая позиция это эта полоса, третья позиция это полоса, и четвертая позиция, соответственно, четвертая полоса. То бишь, я предлагаю, что первая машинка может у нас появляться, например, в позиции, наверное, даже примерно такой, минус 1.26. Вторая позиция это у нас будет вот эта позиция, третья позиция и, соответственно, четвертая позиция. Вот, я их потом, все эти значения перепишу. По Y все эти машинки, давайте они у нас будут появляться, к примеру, давайте выйдем немножечко, к примеру, на точке 6. То есть, по Y на точке 6 они у нас будут все появляться и просто потом будут двигаться вниз. Итак, теперь, зная все эти координаты, давайте это все реализуем. У нас здесь какие-то отображаются, правда, ошибки, даже не знаю, с чем это связано, возможно, с тем, что просто скрипт еще не прогрузился, но мы это чуточку позже исправим, вернее, это Unity само чуточку позже исправим. Машины необходимо создавать с определенной периодичностью, и для этого нам потребуется использовать куратины. Куратины позволяют выполнять какие-либо определенные действия через определенные промежутки времени. Например, через каждые 2 секунды я хочу создавать машинку, которая будет вот там, где-то за пределами экрана отображаться. Итак, что мне необходимо сделать? Во-первых, для использования куратин мне необходимо подключить библиотеку, которая у нас называется SystemCollections. Вот я ее здесь и подключил. Далее, давайте мы с вами в методе Start мы запустим куратину. Для этого мы используем функцию StartCuratin и указываем, какую куратину я хочу запустить. В моем случае это куратина, которая будет называться Spawn. Сейчас она подчеркивается красным, просто потому что мы ее с вами не создали. Теперь ее как раз создаем. Для создания куратины нам необходимо использовать IE Numerator. Дальше называем его как Spawn, то есть создание машинок. И здесь мы создаем бесконечный цикл. Почему бесконечный? Потому что в качестве условия мы указываем просто True. Это означает, что цикл будет бесконечный. По сути, нам нужен именно такой цикл, потому что машинки у нас должны создаваться постоянно. То есть только когда мы проиграем, мы можем уже сказать, что тогда мы, например, вообще удаляем GameController, например, этот объект, и, соответственно, машинки больше не будут создаваться. Ну, к примеру. Вот. Итак, что здесь необходимо сделать? Здесь мы будем использовать функцию, которая называется InstantShade. И в ней мы будем создавать объекты. Единственное, что давайте внизу мы сразу пропишем с вами, что данный цикл будет у нас, ну, как бы обрабатываться не постоянно. То есть это будет не каждый там, не так, что за одну секунду он там создаст нам 20-30 машинок. А нам необходимо, чтобы данный цикл выполнялся, то есть каждая его итерация выполнялась через 2 секунды. Для этого мы используем такие слова, как Yelp, дальше Return, New, Wait for Seconds, и указываем, сколько секунд должно пройти. В моем случае 2,5 секунды. То бишь, смотрите, когда мы вызовем вот эту вот куратину, у нас начнется бесконечный цикл. Здесь мы создадим объект, пока мы это не прописали, но тем не менее. Здесь мы создадим объект, дальше пройдет 2,5 секунды, и дальше мы как бы обратно попадаем в этот цикл, и опять создаем объект. Потом опять 2,5 секунды проходит, и так по циклу постоянно будем создавать объекты. Теперь давайте непосредственно создадим сам объект. Во-первых, здесь мы должны брать определенную машинку и ее создавать. Поэтому вверху предлагаю создать объект, в который в Unity мы поместим машинки. То есть это будет не просто одна машинка, которую мы будем создавать на экране. Это будет несколько машинок, все вот эти вот наши машинки, мы их будем как бы в случайном порядке создавать, в случайных рядах, и сами машинки будут тоже случайными. Соответственно, мы здесь прописываем следующее, что это Public, это GameObject, это Massive, то есть это объект, состоящий из нескольких объектов. И этот объект будет называться как Cars. Дальше мы здесь говорим, что здесь в Instantiate я обращаюсь к массиву Cars, и из него я хочу взять случайный элемент. Для этого я использую Random, Range, и указываю, что беру элемент в диапазоне от 0 до количества элементов, так, извиняюсь, до количества элементов в самом массиве. То есть каждый раз я буду создавать объект, который будет, по сути, случайным. И этот случайный объект, он будет в пределах количества элементов в массиве. То есть от нулевого элемента, по сути, от первого элемента, до последнего элемента в массиве. Какой-то случайный объект выбираем. Также давайте предлагаю это все разместить на новых рядах, просто чтобы оно у нас, ну, выглядело как-то попроще. Вот, в принципе, так. Дальше нам необходимо указать с вами расположение объектов. Для этого мы используем New Vector. И здесь мы должны указать с вами следующее. Во-первых, позицию по X давайте мы на данный момент пока пропустим. По Y это у нас 6F, мы это помним. По Z у нас 0. Позицию по X мы давайте... Ну ладно, давайте не будем ее пропускать, давайте сразу реализуем. Нам необходимо просто с вами тоже создать массив. То есть у нас будет 4 ряда, 4 позиции. И, соответственно, нам необходимо просто создать массив, который будет хранить 4 эти позиции. И мы из этого массива случайным образом будем выбирать одну из позиций. Поэтому мы создаем Private Float. Причем именно это Private, потому что паблик... Вернее, потому что объекты мы должны присвоить в Unity. А вот эти вот позиции нам не надо присваивать в Unity. Поэтому данное значение, оно у нас Private. Ну, чтобы оно не было видно в Unity. Вот. Private Float, опять-таки, это массив, поэтому квадратные скобки. Называем его как Positions. И в качестве значений мы устанавливаем ему следующее. Это 1.33F. Все эти значения я уже просто выписал. То есть это координаты по X, которые я там проверял только что. Я их уже выписал, поэтому я их здесь просто впишу. Вот. Вы не удивляйтесь, что это прям все так запомнилось. Просто я уже их подготовил. Итак, это 0.39F и это минус 1.26F. Вот такие вот четыре координаты. Теперь мы должны здесь, в качестве позиций по X, мы должны брать этот массив Positions. Извиняюсь, тут ударил случайно. Мы должны брать этот массив Positions. У него брать Random Range. И точно то же самое делать от 0 до, в принципе, 4. Можем вот так вот поставить просто до 4, потому что мы знаем общее количество элементов. Ну, хотя можем тоже прописать Positions.Lens. Но это уже, в принципе, не принципиально. Окей. Теперь нам необходимо еще задать ему и вращение. Вращение предлагаю задать не Identity, то есть не по умолчанию, а какое-то конкретное. Потому что все машинки у нас должны быть именно с определенным вращением. Как видите, вот эта вот наша машинка, у нее, например, вращение 90, 180, 0. И мы сразу это вращение будем каждой машинке, которая будет создаваться, мы это вращение каждой этой машинке будем присваивать. Для этого используется Quartonion. Дальше используется вот эта вот функция. Не буду ее даже произносить. И в нее необходимо поместить New Vector3 и уже указать просто значение координат. В нашем случае это 90, 180 и 0. Точно те же самые значения, которые установлены вот здесь для нашей машинки. В принципе, больше даже ничего делать не надо. Предлагаю эту машинку, даже мы ее удалим с вами, вот, ну из иерархии, просто потому что она изначально не нужна. И для всех тех машинок, которые вот здесь у нас находятся, здесь мы для них установим Scale, что у них у всех должен быть как 0.5. Как видите, вот я повсюду это поустанавливал. Вот. И в Game Controller мы укажем, что я буду использовать 5 объектов и просто в них, ну и просто эти все объекты перенесу. То есть это Car2, Car3, Car4, Police Car и даже есть Taxi. Вот все эти машинки как бы я сюда и перенес. В принципе, вроде бы все. А, да, единственное, что мы еще с вами можем сделать, дабы игра наша еще выглядела более прикольной, прикольно, мы можем для разных машинок установить разную скорость. Это делается в префабах вот здесь. Вот у нас для всех машинок сейчас установлена скорость 2. Давайте мы установим, что для некоторых это будет, наверное, даже для Police Car это пускай будет, например, 2.5. Для таксишки это пускай будет 2.8, это же такси все-таки, правильно? Вот. И для всех остальных машинок это просто будет скорость 2. Но это уже на ваше усмотрение, это просто для какого-то геймплея непосредственно. Окей, запускаем, давайте посмотрим. Вот наша первая машинка появилась, вот вторая, пока в одном и том же ряду появилась. Вот третья машинка появилась, вот четвертая машинка, пятая. Ну, короче, все машинки появляются, я бы хотел дождаться, чтобы у нас еще здесь в этом ряду появилась машинка, но что-то она там не появляется, я уверен, что у нас все работает корректно. Вот. Ну, ну да ладно, пока, наверное, не будем дождаться. Смотрите, у нас еще есть такая ошибка, что вот здесь, вот видите, мигание такое есть. Эта ошибка возникает просто из-за того, что мы далеко ставим нашу новую карту. Давайте мы укажем, что не 9.44, а, например, 9.38. Если мы сейчас запустим, то мы должны заметить, что вот этих мерцаний не будет, потому что эти мерцания просто как просвет между дорогой. И это, конечно, некрасиво, поэтому мы... Ну вот, мы уже сейчас можем заметить, что никаких мерцаний нет, то есть все действительно верно обрабатывается, и, в принципе, оставим так. А наша игра сейчас не особо... О, кстати, видите, в четвертом ряду тоже появилась. Наша игра сейчас не особо динамичная, как вы можете это заметить. Ну, мы можем просто поиграться со скоростями, то есть установить, что у нас машинки будут ехать с большей скоростью, игра станет сразу динамичнее, но это уже я оставлю вам, если вы захотите, то с этими значениями уже можете поиграться. Я же давайте добавлю сейчас передвижение нашей главной машинки, и если мы столкнемся, то это уже будет означать, что мы проиграли. Сперва давайте создадим скрипт, который будет обрабатывать самого игрока. Данный скрипт будет называться Player, и, соответственно, этот же скрипт нам необходимо поместить на самого игрока, то бишь сюда. Давайте откроем этот скрипт, и здесь, по сути, все, что нам необходимо сделать, это то, что мы будем передвигать нашего игрока двумя способами. Первый способ, это когда мы... Давайте вот это последнее, что я сделаю. Первый способ, это когда мы нажимаем где-либо пальцем, и машинка будет двигаться к этому месту, но она будет двигаться только по координате x. И второй способ, это когда мы будем передвигать машинку при помощи кнопочек-стрелок на клавиатуре. Это необходимо для того, чтобы мы могли просто тестировать саму игру непосредственно на компьютере, что будет удобно. Если говорить про первый вариант, то первый вариант реализуется очень просто. Я сразу ставлю код и его опишу вам. Смотрите, что мы с вами делаем. Мы берем позицию пальца нашего игрока. И эту позицию мы приводим к каким-то реальным координатам. То есть, например, игрок вот здесь нажал, и мы получили его позицию. Чтобы получить его позицию, мы берем позицию пальца и приводим эту позицию к координатам, которые соответствуют нашей игре. Для этого мы используем эту функцию screenToWorldPoint. Дальше мы это просто записываем в определенные перемены. Далее мы, поскольку этот скрипт находится на машинке, то дальше мы просто нашу машинку передвигаем лишь по х, а все остальные координаты у нас остаются точно такие же, как и были раньше у машинки. Вот и все. Вот и вся механика для передвижения непосредственно при помощи просто отслеживания пальца. Давайте мы это пока с вами закомментируем. Вот. И реализуем механику для отслеживания нажатий на кнопочки. На кнопку, на стрелочку вправо и на стрелочку влево. Итак, для этого нам необходимо с вами создать новые перемены. Ну и пускай она будет называться horizontal, ну просто hor. И в нее мы записываем следующее. Это input getAxisRow, такую функцию берем, и получаем horizontal. Horizontal, вот этот вот getAxisRowHorizontal, да, тут забыл поставить в конце. Вот. Это как раз нажатие на кнопочки вправо и влево. Вот. И соответственно мы эти нажатия будем принимать, и в зависимости от этих нажатий будем передвигать самого игрока. Далее нам необходимо создать переменную с типом данных vector3. Это пускай будет некая direction, поэтому просто назовем ее как gear. И далее в нее мы устанавливаем new vector3. И сюда устанавливаем следующее. Это horizon, то есть по x мы двигаем при помощи, как бы, при помощи полученных данных от пользователя. Эти полученные данные это нажатие на стрелочку вправо или влево. Вот. По y мы его никак не двигаем, и по z мы его также никак не двигаем. Соответственно эти параметры у нас остаются такими же. Далее мы берем данный gameobject. Берем у него transform. Даже, наверное, можно было, кстати, без gameobject просто прописать transform. Ну, это так я уже лишнее прописал. Так вот, берем transform, translate. Далее мы устанавливаем direction, gear просто, normalized. Вот. И это мы все умножаем на time.deltaTime. И дополнительно это можно еще умножить на скорость. Это будет наша перемена, которую мы сейчас с вами создадим. public, вернее, float, speed и установим ей значение, например, как 3f. Вот пускай такое у нас будет сейчас значение. Итак, теперь мы можем все протестировать. Мы замечаем, что машинка у нас ездит. Пока она может проезжать сквозь другие машинки, а также может выезжать за пределы карты. Вот. Ну и плюс я тут изменил портрет 9.18 и просто поставил вот. Давайте исправим теперь эти баги, чтобы она не выезжала за пределы и с машинками, если она сталкивается, то мы проиграли. Итак, первое, что нам необходимо сделать, это к игроку добавить такую вещь, как box collider. Box collider по сути делает то, что данный объект становится твердым объектом. Мы должны перейти в сцену, давайте еще нажмем edit collider, и мы заметим, что вот у нас здесь появляется такая вот зеленая штучка, зеленый квадратик. Вот в пределах этого зеленого квадратика, который я сейчас увеличу, в пределах него это все будет считаться твердый объект. То есть, если мы стукнемся в этот твердый объект, то, соответственно, мы не сможем пройти сквозь него. Это обычный твердый объект. Дополнительно, к данному объекту, к объекту-игроку, мы добавим еще rigidbody. Rigidbody добавляет различные физические свойства. В нашем случае я хочу, чтобы физические свойства у него были, то есть, он не мог сталкиваться с другими твердыми, ну, вернее, чтобы он не мог проходить сквозь другие твердые объекты, вот. Но при этом мне не нужны, например, такие свойства, как useGravity. То есть, мне не нужно, чтобы этот объект подвергался гравитации, потому что тогда он просто упадет, и это мне вообще никак не надо. Также при столкновении с другими объектами я хочу сделать, чтобы у него, ну, его rotation, его вращение, оно как бы не подвергалось никаким изменениям. Поэтому я freezeRotation поставлю по всем трем координатам, вот. Теперь давайте с вами... нет, мы еще с вами ничего не сможем, по сути, проверить. Давайте мы с вами сейчас добавим новый объект внутрь GameController. Это будет createEmpty, пустой просто объект. На него мы добавим попросту BoxCollider, назовем этот объект как Wall, и теперь немножечко изменим данный объект. Во-первых, нам необходимо его перенести в бок, вот где-нибудь сюда, и, во-вторых, нам необходимо изменить сам коллайдер. То есть, это наша будет стенка, сквозь которую мы не сможем пройти. Соответственно, делаем эту стенку довольно-таки высокой, примерно такой. Также нам необходимо продублировать этот объект. Он у нас тоже будет называться как Wall, и находиться он у нас будет уже просто с другой стороны. К примеру, где-нибудь здесь. В принципе, все. Давайте мы с вами сейчас протестируем это и попробуем. Итак, мы замечаем, что когда я подъезжаю к стенке, я как бы дальше не могу проехать. Причем, если я зажму кнопку, у нас будет вот такой вот эффект происходить. Мы, ну, на самом-то деле эффект неприятный, но мы с ним пока работать никак не будем. Я объясню почему. Дело в том, что мы же, ну, вот эти вот при нажатии на клавиши, да, это лишь тестовый вариант. И вот такой вот баг, он не будет появляться в игре, которая уже будет установлена у пользователя. Потому что там мы будем отслеживать, как бы, ну, позицию пальца, и, соответственно, там не будет вот такого вот эффекта. Вот. Соответственно, все будет у нас окей. Поэтому этот баг мы с вами не будем, ну, никак решать. Единственное, что нам необходимо сделать, это реализовать коллайдеры для еще машинок. И при столкновении с машинками мы просто будем завершать нашу игру. Итак, находим префабы. Например, вот префаб машинки. И к нему мы попросту добавляем бокс коллайдер. Также нам необходимо отредактировать этот бокс коллайдер. Мы, конечно, можем перенести объект и потом его редактировать, но я предлагаю поступить проще. Просто нажмем Open Prefab. Здесь у нас появляется во вкладке сцена сама вот эта машинка, сам этот префаб. И здесь мы как раз и отредактируем непосредственно вот этот префабчик. Во-первых, давайте посмотрим сверху, растянем, чтобы оно было идеально. Вот, к примеру, так. Сбоку посмотрим. Здесь можно, наверное, даже чуточку меньше спереди. Ну, в принципе, все выглядит, как по мне, хорошо. Поэтому, в принципе, готово. Итак, выходим из префаба, из просмотра префаба. Копируем данный компонент, Copy Component. И для всех остальных префабов его просто Paste Component as new. Вот мы его и добавили. Теперь нам необходимо лишь отслеживать столкновение с другими автомобилями. И если мы столкнулись именно с другим автомобилем, не просто со стенкой, именно с другим автомобилем, то говорить о том, что мы проиграем. Для начала предлагаю сделать вот что. Нам необходимо ко всем другим автомобилям, которые кроме игрока, добавить тег. Соответственно, мы давайте вот здесь выбираем префаб, и к нему мы добавим какой-то новый тег. Здесь нет нужного для нас, поэтому мы просто выберем Add Tag, то есть добавить новый тег. Здесь список пустой, мы нажимаем плюсик, и наш тег будет называться как Car. Вот и все. Далее для всех вот этих вот автомобилей, кроме автомобиля игрока, мы добавляем такой тег, как Car. Окей. Теперь мы будем... Так, случайно нажал, чтобы сохранить. Теперь мы должны проверять, если наш пользователь, если наш игрок столкнулся с объектом, у которого тег Car, то это означает, что мы проиграли. Окей. Значит, в скрипте Player мы прописываем с вами новую функцию, которая называется OnCollisionStay. Эта функция вызывается, когда два твердых объекта взаимодействуют между собой. Например, наш автомобиль, автомобиль игрока взаимодействует с другим автомобилем. Оба объекта и твердые объекты, и, соответственно, вызовется эта функция. Здесь нам необходимо проверить, если CollisionGameObject CompareTag равен Car, то есть, по сути, что я здесь проверю? Если тег второго объекта, с которым я соприкоснулся, то есть, тег того объекта, с которым соприкоснулся Player, вот, равен тегу Car, то это означает, что мы соприкоснулись именно с другой машиной, и, соответственно, мы можем завершить как-то игру. В нашем случае, давайте все, что мы сейчас будем делать, это мы будем просто уничтожать данный объект, то есть, DestroyGameObject. Вот и все. Это будет означать то, что мы проиграли, а значит, в принципе, играть больше не можем. Окей, давайте запустим, посмотрим, что у нас получилось. Итак, сейчас игра запустится, скрипты просто должны прогрузиться. Итак, мы можем оминать эти все машинки, вот, мы можем, ну, не сталкиваться с ними, но, если мы все-таки столкнемся, как мы видим, машинка исчезает, игра как бы продолжается, вот, но на самом-то деле мы проиграли, и уже больше мы играть не можем, то есть, это уже был проигрыш. Конечно же, игру еще можно хорошо допиливать, то есть, создать меню, создать меню проигрыша, создать какие-то эффекты, создать какую-то рекламу, внутриигровые покупки и тому подобные вещи, но уместить все это в один урок практически невозможно. Соответственно, наш видеоурок на этом подходит к концу. В этом уроке я постарался вам дать те основы, которые позволят вам в дальнейшем создавать игры. И я надеюсь, я показал, что создание игр на самом-то деле довольно-таки легкий процесс. И, как вы можете заметить, мы создали довольно-таки уже неплохую игру. Да, это очень примитивная игра, но в то же время это уже неплохая игра. И она была создана всего лишь за короткий промежуток времени с полного нуля. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, а также переходите на сайт itproger.com. Все ссылки в описании к этому видео. До скорых встреч. Пока.